Хотите посмеяться? В России сформирован Оргкомитет по подготовке к празднованию 650-летия Куликовской битвы. О как! Мы ведь, блин, еще годовщину Куликовской битвы не праздновали, непорядок! Значит, в состав Оргкомитета вошли. Тульский губернатор Дюмин, Председатель Российского Исторического Общества Нарышкин, Глава Службы Внешней Разведки по Совместительству и Внимание, Моя любимая мадам Арбидол Голикова, хотя чем она там собирается заниматься, я хоть убей, не понимаю, но с первыми двумя хоть какая-то логика прослеживается. А Голикова чего? За здоровьем ветеранов той битвы назначено следить? Прикол, впрочем, не в этом. Дело в том, что сама дата случится только в 2030 году, то есть через 9 лет, а Оргкомитет уже сейчас сколотили, на работу комитета будут выделяться бюджетные деньги все 9 лет, целая куча бездельников засядет в нем протирать штаны и получать за это зарплату, слушайте, да некоторые мои зрители не доживут до этого прекрасного события, мне уже за 50 в тот момент будет, и я так далеко не заглядываю, а ребята вот нашли чем себя занять на ближайшую девятилетку. Хотите честно? Вот как по мне это уже какое-то издевательство неприкрытое. В стране скоро голод начнется, цены растут ежедневно на все. Количество бедных и безработных увеличивается в геометрической прогрессии, смертность значительно превышает рождаемость, а Путин при этом все время что-то празднует. У нас уже каждый месяц какие-то маевки, парады, шествия, концерты. Если уйма денег в эту прорву выбрасывается, как, блин? Как можно что-то праздновать, если у тебя задница оголена по самую прямую кишку? Начинаем! Ай, серьезно? Да я возмущен просто. Для нас подняли пенсионный возраст на 5 лет, не дав ничего взамен. Наши пенсионные накопления заморозили. Это наши накопления, но нам их не отдают. Для нас урезаются и даже отменяются льготы и соцвыплаты. Вот сейчас онкобольным лекарства за свой счет предложили покупать. На сто и дело облагают какими-то новыми налогами. Даже во время самоизоляции государство людям ничем и никак не помогло. Все время говорят, денег нет. Но вы держитесь. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Вот и я хочу задать тот же вопрос Владимиру Владимировичу. Вы что, с ума сошли? Значит, на поддержку граждан у вас денег нет. Ага. А на празднование всяких ратных подвигов чуть ли не каждый день, к которым никто из нас, кстати, никакого отношения не имеет, у вас деньги находятся. Сейчас вот 9 лет мы будем тратить бабло на подготовку к проведению годовщины Куликовской битвы. Это что такое? Это что такое? Я спрашиваю для тех, кто все-таки не понимает смысла моего возмущения. Ну давайте, объясню совсем на пальцах. Вот смотри. Представь себе ситуацию, некий знакомый взял у тебя крупную сумму в долг. Прошли годы, человек тебе долг не отдает. Все время просит отнестись с пониманием, ссылается на отсутствие средств и бла-бла-бла. Типа надо немного потерпеть. А однажды ты узнаешь, что твой должник с завидным постоянством гуляет в самых дорогих ресторанах города, причем на широкую ногу, покупает своим многочисленным женам-любовницам шубы, машины, квартиры, возит их на острова. То есть такой человек праздник, каждый день что-то празднует. Как ты на такую ситуацию отреагируешь? Я думаю, тебе не очень это понравится, верно? Так вот и Владимир Владимирович с тобой поступает точно так же. А возмущаюсь почему-то один я. Наверное, потому что я вражеский агент. Это реальная журналистика. Когда уже все это закончится? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А у нас новый рывок. Помните, не так давно мы с вами обсуждали закон, которым Владимир Путин фактически разрешил оставлять на Западе доходы от вывоза золота, металла и зерна. Ну, там же враги окопались, поэтому президент и разрешил вкладывать деньги от реализации стратегического сырья в их вражескую экономику, чтобы окончательно загнили, видимо. А на днях подвезли не менее интересную новость. Минпромторг предложил упростить правила вывоза из страны, еще и платины. Да что ты, черт побери, такое несешь? Это не я несу, это Минпромторг. Тем не менее, что предлагается чиновниками? Согласно документу, вместо разовых лицензий на экспорт ценного металла по конкретным контрактам, ну вот как это делается сейчас, они хотят ввести а-ля проездное, в смысле что-то вроде лицензии генеральной, которая будет действовать в течение неограниченного временного интервала и даст купцам возможность таскать этой платины через границу столько, сколько им захочется, тонну, две, три, пофигу. Как пояснили в министерстве, предложение разработано в целях сокращения сроков получения разрешительной документации, поскольку нынешний порядок зачастую не удовлетворяет зарубежных покупателей. А я вот, вы знаете, склонен думать, что причина тут совершенно в другом. Просто упырям, разворовывающим нашу страну, надоело тырить по карманам мелочи, а они решили пойти ва-банк. Помните, некоторое время назад, перед последними президентскими выборами, невероятно популярной стала фраза «последний хапок». Ну, правда, тогда мы немного заблуждались. Благодетель упырей решил такие еще один срок на троне поприсутствовать. Сегодня все более и более очевидно, что пятого пришествия дедушка просто не сдюжит. Ну, старенький он уже, ему откровенно тяжело. Да и от рейтинга в куртю, если честно, остались лишь воспоминания, как бы не пыжились пропагандисты, что бы нам не врали, хлыся из вциома, становится понятно, что дед, скорее всего, выйдет в тираж, но уже ничего не поможет. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. Знаю, что сейчас найдутся десятки умников, которые напишут в комментариях, мол, даже если он сам захочет уйти, или, не дай бог, кто-то из его ближайшего окружения захочет уйти его, и дедушка он ее почувствует, что мешает оставить после себя преемника и доживать жизнь, припеваючи, как Ельцин когда-то поступил. Господа, поймите одно, при позднем Ельцине другая ситуация была тогда, а это прокатило. Сегодня не сработает. Слишком уж негативный шлейф тянется за питерской братвой, но люди их откровенно ненавидят. Даже те, кто находится у них в услужении, поэтому любому, кто придет после нынешнего царя, нужно будет с нуля выстраивать отношения власти с народом, в том числе преемнику, а самый короткий путь к очарованию толпы, ну, назначить, например, сегодняшнего вождя злодеем и отдать толпе на растерзание. Посему вариант с преемником не вариант в команде великого кормчего, он и понимает. У меня своя квартира, в отличие от вас, и я получаю квиток на квартплату. Я ее забираю в своем ящике, мне некому делать, я это делаю. Значит, в этот месяц квартплата выросла на 200 рублей. Я это сглотнул, как и мы все. Почему она выросла на 200 рублей? Ребята, это не деньги, что ли? И мы все заткнулись. Это национальная катастрофа, когда по всей стране квартплаты вырастают на 200 рублей. А мы все заткнулись. Потому что мы такие, мы забыли, как отстаивать свою честь. Мы забыли, как гордиться своей страной. Мы забыли, что такое защищать честь своей семьи и своей женщины. Мы забыли. Нас скоты эти разучили это делать. Поэтому я сглотнул вчера эти 200 рублей. Я их заплачу. А я должен выйти на улицу. Вместе с вами, со всеми. А мы этого не сделаем в который раз. Впрочем, понимают, там и другое. Элиты такой верховной тоже давно не устраивает. В смысле, то состояние, в котором Путин пребывает теперь. Ни рыба, ни мясо. Западные лидеры его больше не уважают. С ним общаться никто не хочет. Поэтому пролоббировать что-то для элит там он не может. У него еще один козырь оставался. Его хоть люди здесь любили. Верили ему искренне. За него голосовали. Сейчас поддержка избирателей тоже нулевая. Да, можно нарисовать на выборах в 24-м любые цифры. Но зачем? Зачем элитам такой президент, от которого нет никакого толку. Ни там, ни здесь. Ну, Патанин он. Нафига? Элит Дерипацкий. И Патанин, и Дерипацка носят миллиардные взятки путинским чинушам в виде финансирования сомнительных проектов, разумеется, за ответные услуги. Чтобы чиновники из АП или сам президент помогали им в реализации бизнес-интересов. И в первую очередь ребятишек интересует и международный рынок. А с кем на международной арене сейчас может договориться, например, Лавров? С талибами. Ну и под занавес два слова о вакцинации хочу сказать. Ухахатывался тут на медне, процитирую РБК. Привитые от коронавируса могут заразиться гамма-штамом. Слушайте, ребят, тогда у меня вопрос. А на кой черт нужна эта прививка? На кой черт нас с вами заставляют ее делать из-под палки, ведь заставляют? Ну они же сами себе противоречат, получается, тебе надо вакцинироваться, потому что мы опасаемся за твое здоровье. Правда, от новой штаммы прививка не помогает, но ты все равно привейся. Блин, где логика? Доктор, у меня болит голова, да? Ну тогда я вам выпишу таблетки от геморроя, так что ли, ну бред ведь. Дальше, впрочем, еще смешнее, зато, пишут, ребята, вакцина защитит от тяжелого протекания болезни при вот этом вот самом штамме гамма-ю-моё. Откуда вы знаете, этот штамм только появился? Его даже не исследовали толком, это первое и второе. Слушайте, в случае с любой заразой есть только два варианта, заболеешь или не заболеешь. А уж в какой форме будет протекать хворь, зависит только от организма конкретного человека, привит он или не привит. Это вообще никак и ни при чем. Ну, это как в трамвае, ты либо едешь, либо стоишь. Только дурак может поверить в россказни, сегодня трамвай дольше стоял в пробках, потому что он синий, а не красный. Ну чушь, чушь. Ладно, закругляться пора, это была реальная журналистика, сегодня вот так. На канал подписаться не забудьте, если вы этого еще не сделали. Лайки, репосты приветствуются и помогают в продвижении видео. Подписывайтесь на наш телеграм-чат, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. В остальных соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться пока. Пока.